Проект «Чистый четверг» завершается вторая волна ремонта объектов дорожной инфраструктуры. Проверки по поручению исполняющего обязанности руководителя администрации Воскресенского района Артура Болотникова подверглись работы в центральной и средней частях города. Объезд провел его заместитель Андрей Баранов. Ведутся работы по нанесению дорожной разметки, рисуются пешеходные переходы, поэтому надеемся, что все работы по плану будут выполнены соответственно с надлежащим качеством. Подрядные организации работают на улицах Победы, Октябрьской и Калинина. В администрацию неоднократно поступали жалобы жителей на состояние тротуарной плитки по улице Победы в центре Воскресенска. Принято решение изменить тип покрытия. Сейчас подрядчик начал демонтаж. Будет уложен мягкий асфальт, что создаст более комфортные условия для прогулок мам с колясками, детей и подростков на роликах и самокатах. Ремонтируются они у нас в рамках дополнительных средств, выделенных как со стороны городского поселения Воскресенск, так и Московской области, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. В общей сложности у нас 14 объектов. Это порядка 104 тысяч квадратных метров. Асфальт будет уложено как на автомобильных дорогах в общую пользу, так и на тротуарах. В Москворецком микрорайоне на отрезки центральной дороги кладут новый асфальт, заменяют бордерные камни. Надеемся, что до середины месяца полный объем работ будет выполнен. Технологии позволяют. Понятно, что нельзя укладывать асфальт в воду, мы это понимаем по снегу, мы это также понимаем. Но тем не менее, если смотреть требования нормативных документов, то до минус 5 градусов мы можем производить работы. В дальнейшем меняется материал, но работы можно проводить. В принципе, зимой мы также работаем с тем же литым асфальтом, то есть просто иной материал укладывается. По основному плану в этом году отремонтировано 52 объекта дорожной инфраструктуры муниципалитета. Общая протяженность дополнительно отремонтированных дорог и тротуаров составляет почти 14 километров. Татьяна Колганова, Олег Красноухов, Новости Искровект.